А мы вновь в студии «Нового утра», и мы встречаем этот понедельник в особенном, романтичном и приподнятом настроении. Ведь сегодня пушкинский день. По этому случаю у нас в гостях филолог, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Алтайского государственного педагогического университета, руководитель научной школы Алтайского государственного педагогического университета поэтика русской литературы, главный редактор сетевого журнала «Культура и текст» Галина Козубовская. Доброе утро, Галина Петровна. Галина Петровна, здравствуйте. Итак, Александра Сергеевича Пушкина знают все, и это факт. Ну а читают ли его сейчас современные студенты? Мои читают, и не потому что это по программе, так это в экзаменационные билеты входит. Нет, они читают для души. В этом году я провела конкурс СССР. То есть попросила ребят, причем не ожидая никакого результата, думаю, им некогда, да, написать небольшое, так сказать, такое маленькое сечение эссе по поводу одного мультфильма, вот не удивляйтесь, да, это некто Хржановский Андрей, он сделал трилогию по Пушкине, причем трилогия по рисункам Пушкина. Они у него там оживают. Совершенно потрясающая вещь, мне просто интересно было проверить, как студенты это воспримут. И когда я увидела, 15 штук уже есть работ, потом еще добавились, то есть я поняла, что это все-таки не для баллов было сделано. Тем более, что меня обрадовало в первую очередь, что ребята поняли, вот подготовить такой фильм – это громадный труд. Мало того, что рисунки эти оживают, там, допустим, за кадром читали текст Мактуновский и Сергей Юрский. Ребята это оценили. Дальше там ансамбль Покровского, потому что там были фольклорные какие-то моменты, они это заметили. Музыка шнитки даже где-то использована, да. То есть вот эти выигрышные моменты, да, и потом отбор сам материала там, ну, я считаю, это вообще гениальное просто произведение. Ребята это почувствовали. Причем хорошо еще, вот несколько лет назад, я попытку такую уже делала, там они были потрясены в восторге, а вот сказать ничего не могут. Очень нравится, но пока своего слова не было. А поскольку этим было домашнее задание, они написали. И многие вот такие находочки увидели, как там, допустим, строчки, они, струйки дождя, допустим, да, осень, да, там, булдинская осень, да, переливаются в строчки. Ну, минуты и стихи свободно потекут, как это у Пушкина. То есть на такой метке, в общем-то, у них взгляд и отношение трепетное, я бы сказала, к Пушкину. То есть им нравится, что это, ну, вот не от и до, как обычно, да, иногда. Потом они очень ждали Евгения Онегина, когда мы будем изучать. Ну, а когда дошли до повестей Велкина, то есть для них это было, в общем-то, открытием, потому что, конечно, мы изучаем не так, как. Тем более, что пародийный слой, мы там пытались найти, и одна фраза, что написал пять повестей, пишет Пушкин в письмах, от которых Боротынский ржет и бьется. И вот от этой фразы мы отталкивались, и где же вот этот пародийный слой, который мы уже с трудом замечаем. Современники знали хорошую, то есть ту литературу, да, современную Пушкину, и они видели, как он ловко, виртуозно это все вот проделывает, да, с литературы. Нам уже сложнее. Тем не менее, когда мы это находим, ну, это действительно интересно. Ну, хорошо. А вот для ученых Пушкин исчерпан ли в наше время? Нет, конечно. Любая классика, она вообще не исчерпаема. Это не для красивого словца, я говорю. Что здесь? Вот юбилей Пушкина, когда было 200 лет, в 99-м году, ну, такой всплеск был всяких изданий интересных, всяких новых концепций. Допустим, очень активно стали изучать графику, рисунки Пушкина. И там целые книги были изданы. И письма, сейчас тоже внимание к ним такое интересное, мемуары и все прочее. И сам Пушкин. То есть, даже то, что у нас было издано, собрание сочинений полное, оно уже стало издаваться еще в 30-е годы, конец, да, и на 41-е пришлось. То есть, поздние издания, конечно, там уже многое пересматривается. Уже и тексты более полные, так ведь, и комментарии, такие более, так сказать, серьезные, научные, так. Ну, и сейчас издаются. Вот чем занимаются ученые в Пушкинском доме, да? Рабочие тетради, это называется, изучают пушкинские. Очень много черновиков осталось, которые совершенно еще нигде не введены научный оборот, их еще и расшифровать надо. Почерк, извините, в 19 веке пером писали, так ведь? Так что, я думаю, что работы еще не початый край. Ну, и я не говорю уже о том, что, конечно, всякие экранизации, это тоже область интересная, иллюстрации к Пушкину. Боже, сейчас работают вовсю художники. Так что, очень много интересного. А как увековечена память о Пушкине в нашей стране? И за рубежом. И за рубежом в том числе. Да. Можно я все-таки от истоков начну, да? Конечно, конечно. Еще в самые первые годы, да, после смерти Пушкина, вот Павел Аненков взялся тогда собирать о нем материалы. Именно он заставил Анну Петровну Керн писать мемуары о нем. Вот он первый был, да? Потом, конечно, это все разрослось. Но вот я хочу сказать, что делается, допустим, у нас и за рубежом. Вот, смотрите, вот такие альбомчики, да? Образ незабвенный. В советское время их много выпускали. То есть они чем хороши? Здесь стихи Пушкина, да, посвященные, допустим, каким-то женщинам, так? Портрет берется, так? То есть тогда еще не фото, в общем-то, да? И те стихи, которые посвящены. Вот такое чисто вот альбомное, да? Ну, мне кажется, оно дает очень много. Это городу Петра. Понятно, что там все сплошь из Пушкина, да? И из Медного всадника, так ведь Петра. А тем более, что Петру Первому в этом году, так ведь? Тоже юбилей. Это вот одна. Дальше, смотрите, вот, когда, даже раньше, чем 200-летний юбилей, вот много было книг «Путеводитель по Пушкину». Чем это хорошее справочное издание, да? Где включены, так сказать, его современники или те, кто его изучал, так ведь? Дается небольшая справочка здесь, так? Есть более развернутые издания, там, допустим, посвященные и современникам Пушкина, да? И так далее. О потомках Пушкина есть книги. Вот я специально в голове просто не держу, просто можно отослать людей к книгам Русакова. Для нас, вот, допустим, ну, самая такой ближняя, его дочь Мария, знаменитая, может быть, вы о ней слышали, Гартунг, она была красавицей вообще, она прототипом стала Анной Карениной в романе Толстого. И, кстати, судьба у нее не менее трагическая. Не будем сейчас застрять внимание. Но если говорить о потомках Пушкина, то более таких талантливых, как он, конечно, не было. То есть он гений, так ведь? Там были даже те, которые и стихи писали, и научные работники там, причем по разным странам это все. Но таких больше не было. Вот он один, не знаю, на сколько лет, может быть, вообще. Вот еще хочу показать. Вот это издание, оно давнишних 70-х годов, румынское. Так, вот он, Пушкин, да? Вот четыре таких книжечки выбрали только четырех наших поэтов. Пушкин, Лермонтов, Маяковский и Сенин. Так, самых-самых. Что сделали они? Параллельный текст. Это переводы пушкинских текстов, да, значит, на русском и тут же на румынском. Бумага тончайшая, смотрите, прям папиросная, да. В результате, вот кажется, тоненькая книжечка там очень много уместилась. То есть Румыния, ну, Румыния с Молдавией там близко, да, то есть много. Переводов тоже много. Ну, вы знаете, что Набоков перевел, так ведь? Да. Евгения Онегина на язык. Ну, а если уж говорить о знании языков, там был такой вопрос, да, то где-то, конечно, сейчас такие чуть ли не мифы сочиняются, 16 языков знал. Но, наверное, это все-таки не так. За границей он никогда не ездил, может быть, и хотел, помните, ну, хожу у моря, жду погоды, тем не менее, не получилось. Я так понимаю, мы сейчас говорим немного про мифы, легенды, да, Пушкини. Вот, сейчас мы... Ага. Расскажите, как они рождались и какие существуют? Хорошо. То есть рождались мифы, и часто инициатором был сам Пушкин. Допустим, период Южной Ссылки. Помните, да, что Пушкин был выслан за стихи, которые были непозволительные, да, причем ему грозили соловки, ну, удалось там Жуковскому, да, и еще ближайшему окружению отбить, и в результате все-таки Кавказ оказался так, тем местом, куда его сослали. Так вот, этот период совпал с увлечением Пушкина Байроном. Причем английский-то Пушкин изучал, но он гораздо позже стал его изучать, так ведь. Но с Байроном он знаком, немножко позже я еще скажу об этом. Так вот, весь этот период идет под знаком Байрона в каком смысле? Появляется такой лиризм добровольного изгнания. То есть ссылка-то была вынужденная, но он строит о себе миф. Миф такого романтического героя, который, будучи разочарованным всем, убегает, я вас бежал отеческие края и так далее. То есть явно работает под Байрона. Вот это увлечение, оно и в течение периода, ну, где-то так к 23-му году стало уходить, а в 25-м он совершенно его преодолел. И когда Байрон умирает, Пушкин свечку ставит по душе, так сказать, усопшего раба Божия Георгия. Можно ли назвать его любимым поэтом Пушкина? Ой, не думаю, не думаю. А кто тогда был? Вы знаете, я думаю, что трудно сказать, причем в разные периоды Пушкина увлекали разные поэты. Допустим, конечно, Шекспир где-то идет, и с определенного момента, с 25-го года, стал очень для него значим, и он часто на него ссылается, и его известная поэма «Графнулин» — это двойная пародия, так и в том числе и на Шекспира. И нужно говорить, что он постоянно, осмысляя, допустим, вот декабризм, да, провал этого декабристского движения и эту жуткую ситуацию, да, которая сложилась после, Пушкин подходит к этому так, не будем односторонние, как французские, допустим, классики, а взглянем на все взглядом Шекспира, то есть широким, свободным, объективным, самое главное. Ну, если уж говорить о соотношении Пушкина и декабристов, то, ну, я помню, это давным-давно идея такая в воздухе витала, говорили, что декабристы не приняли Пушкина, потому что, ну, он поэт был и слишком болтлив, его поведение вот в Петербурге еще до Южной ссылки, оно действительно было такое прям вызывающее, он мог прийти в театр, допустим, и сесть там как угодно, лорнет навести на ложе какие-то и такие фразы выдавать, что вот скоро лед тронется, Петропавловская крепость, да, будет недоступна, с намеками всякими на эти политические дела. Ну, совершенно мальчишески, да, так, как это бывает, ну, было свойственно, потом он, конечно, взрослеет, так, и я только скажу о том, что, а вот к 23-му году он начинает уже осмыслять то, что, и приходит к выводу, что провал ведь будет этого восстания. И Грибоедов, кстати, говорил, как это, 25 прапорщиков хотят изменить политический быт России. То есть Пушкин пришел к выводу о том, что оно будет несвоевременно, у него даже элегия есть. Свобода сеятель пустыны, я вышел рано до звезды, и так далее, то есть он их опередил. Вот своим художническим чутьем он опередил этого умницу Пестеля, допустим, которого он очень высоко ценил, говорил, умнейший человек России. Ну, и так далее. Галина Петровна, спасибо вам, спасибо большое. Спасибо вам большое за интересные беседы, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Мы напоминаем, что у нас в гостях была филолог, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Алтайского государственного педагогического университета Галина Козубовская. Спасибо.